Библейский портал экзегет.ру представляет 16 главу книги Иудиф читаю для библейского портала Экзегет. Последняя глава, казалось бы, ну куда еще одна глава, все закончилось уже пару глав назад. Иудиф победила Аллаферна, голову его повесили израильтяне на стене своего городка Ветилу, и сирийское войско отступило. Но это же часть Библии, Священного Писания, а не какого-нибудь там сборника рассказов о военных победах. А поэтому все заканчивается песней Иудифи, таким псалмом победным, который тоже возвещает, собственно говоря, богословские духовные истины, а не просто патриотическую торжественную риторику по случаю победы над врагом. И сказал Иудиф, начните Богу моему на тимпанах, музыкальный инструмент, «Пойте Господу моему на кимвалах, стройно воспевайте ему новую песню, взносите и призывайте имя его». Ну вот, практически псалом. «Потому что он есть Бог Господь, сокрушающий брани войска, потому что он ополчился за меня среди народа и исторг меня из руки моих преследователей. Пришел Ассур, ассирийца, с гор севера, пришел с мирядами войска своего, и множество их запрудило воду в источниках, и конница их покрыла холмы. Он сказал, что пределы мои сожжет, юношей моих мечом истребит, грудных младенцев бросит на землю, малых детей моих отдаст на расхищение, дев моих пленит. Но Господь Сидорожитель не изложил их рукой в жены. Вот как было, скажем, при книге «Судя», описанной при полководстве Сесере, и которого Иои любила, тоже победа над вражеским полководцем от женщины, которая, казалось бы, слабее и не способна сражаться. «Не от юношей пал сильный их, не сыны титанов поразили его, и не рослые исполины налегли на него». Тоже такие мифологические персонажи, богатыри был их времен. «Но и удивь дочь Мерарии, красотой лица своего погубила его, потому что она для возвышения бедствовавших в Израиле сняла с себя одежды вдовства своего, помазала лицо свое благовонную мастью, украсила волосы своим головным убором, надела для прельщения вольняной одежды». Оказывается, вот и косметика с красивой одеждой женской тоже может быть орудием Бога. «Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее пленила душу его. Меч прошел по шее его. Персы ужаснулись отваги ее, и Мидий не растерялись от смелости ее». А персы и Мидиане, Мидийцы, это следующая мировая империя, которая будет после Осирии, после Вавилона, то есть как бы заранее. Мы говорили о том, что Осирия и Навуходоносор, в общем-то, не очень совмещаются, что это вавилонское имя царя, а осирийцами называется его войско, а тут еще персы и Мидийцы. На самом деле, это такая сборная история про завоевателей, про мировую империю, которая пытается захватить Израиль. Когда конкретно это было, с кем конкретно это было, не очень важно. Текст неоднозначен, на самом деле, в этом смысле. Скорее всего, это некоторая историческая билетристика, а не конкретно историческое повествование. «Тогда воскликнули смиренные мои, и они испугались. Немощные мои, и они пришли в смущение, возвысили голос свой, и они обратились в бегство». То есть слабые немощные израильтяне обращают бегство в великое войско. «Сыновья молодых жен кололи их, и как детям беглых рабов наносили им раны. Они погибли от ополчения Господа моего. Воспою Господу моему песнь новую. Велик ты, Господи, и славен, дивен силу и непобедим. Доработает тебе всякое создание твое, ибо ты, сказал, и совершилось. Ты послал Духа твоего и устроилось, и нет никого, кто противостал бы глазу твоему». Ну вот такие слова, которые очень подходят любому из псалмов, когда историческое событие победы над Элаферном сочетается с таким исповеданием веры. «Горы с водами подвинутся с оснований, и камни, как воск, растают от лица твоего, но к боящимся тебя ты благомилостив. Мала всякая жертва для вани благоухания, и всякий туг, то есть жир, ничтожен для всесожжения от себя, но боящийся Господа всегда велик». То есть никакая жертва конкретная, никакое животное, никакой кусок мяса недостаточен для того, чтобы принести его Богу. Но тот, кто его боится, тот и есть угодное ему приношение. «Горе народам, восстающим народ мой! Господь, все держите, отомстит им в день суда. Пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно». Здесь как будто намек на вечное мучение после смерти, напрямую этого не сказано, но похоже, что да, вот уже достаточно поздняя книга, где посмертное существование понимается как возможность вечного блаженства или вечного мучения. Но это не точно, да, это вот некоторая такая догадка. Ну и краткое послесловие. Когда пришли в Иерусалим, Юдив с первосвященником, с теми из народа, кто с ней вместе отправился на этот праздник, «Они поклонились Богу, и когда народ очистился, принесли всесожжение своей доброхотной жертвы, своей дары своей». Иудив же принесла все сосуды Аллаферна, который отдал ей народ, и занавес, который она взяла из спальни, и его отдала в жертву Господу. Вот военные трофеи принадлежат тому, кто сразил конкретного воина. Да, победитель берет его оружие, доспехи, имущества. Все, что было Аллаферна, отдали Юдиве, потому что она его сразила. А Юдив передает их Богу, потому что на самом деле сразил Господь ее рукой. Народ веселился в Иерусалиме пред святилищем три месяца, и Юдив пребывала с ними. Трехмесячный праздник, неплохо. «Но после всех дней каждый возвратился в удел свой, а Юдив отправилась в Светилую, родной город, где оставалась у Минии своем, а была в свое время славную по всей земле. Многие желали ее, но мужчина не познал ее во все дни ее жизни, с того дня, как муж ее монасты, умер и приложился к народу своему». Вроде бы нет необходимости вдове хранить верность покойному мужу, тем более, что она явно еще молода и может составить какую-то новую семью. Но вот такая образцовая вдова, она не ищет дальнейших земных радостей. «Она приобрела великую славу, состарилась в доме мужа своего, прожив до 105 лет и отпустила служанку свою на свободу». Как помощница в этих всех делах, это ее награда. «Она умерла в Ветелую, и похоронили ее в пещере мужа Емоносии». Пещера, естественно, это могила, ну, то есть погребальная пещера. Дом Израиля оплакивал ее семь дней. «Имение же свое, прежде смерти своей, она разделила между родственниками Моносии мужа своего и между близкими из рода своего. И никто более не устрашал сынов Израиля в одни Юдив и много дней по смерти ее». Еще одна книга, сюжет которой кратко описывается словами на нас, «Израильтян хотели напасть враги, чтобы нас погубить, но Господь вопреки всем нашим ожиданиям, вопреки всем земным расчетам нас спас». В общем-то, Ветхий Завет во многом про это. А Новый Завет то же самое, только не про израильтян, а про всех людей, не про врагов, в смысле войска, которые там гонятся, как с фараоном, нападают, как с Аллаферном, но про смерть, грех, зло, которое побеждает человека, если человек остается с ним один на один, и от которого его спасает Господь. Может быть, вот поэтому книга Юдив и, в принципе, такой скорее исторический, билетаристический рассказ о подвигах неизвестной никому вдовы из Ветилуи, до подвигов неизвестной. Вот потому он, видимо, и вошел в христианский канон священного писания, в иудейский, правда, не входит.